Что ни говори, лето прекрасная пора Вот поступил такой вопрос Маленький геморрой Поможет ли голодание? Вот я на этот вопрос В своих книгах посмотрел шире А именно На каких сроках Вернее, какие необходимо сделать сроки голодания Чтобы в вашем организме произошли те или иные изменения Естественно, где-то первые 3 дня 4 Ну, кого как А у кого и все остальное Пищевое Стадия пищевого возбуждения Хочется Кушать Хочется кушать И тут вы просто-напросто Тренируете свою волю Вот хочется есть Вы подавляете То есть Руководите собой Руководите своими низшими, так сказать, инстинктами Для более высокой цели Вот это Вот это 3-3 суток В среднем возьмем В среднем 3 суток Причем здесь как настроишься Настроишься хорошо Можешь пройти эти все 3 дня Нормально Без всяких Особых Мучений Не настроишься Очень тяжело Плюс 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 еще Время по лунному циклу Если будет выбрано удачно Когда В энергии Дается много В окружающую среду Ну, это в основном Дни Кадаши Так вот Подгадать Дни Кадаши 11-й день лунного цикла 26-й день Вот, грубо говоря В этот день Первый начинать А потом дальше там продолжить Либо Если у вас Второй-третий Хочется кушать Подгадать так Чтобы второй-третий день Приходился на дни Кадаши Вот, значит Трое суток Они Делают, значит Такие вещи Стадия пищевого возбуждения Вы тренируете волю Ну, там Конечно Какие-то изменения Происходят В организме Ну Не так Чтоб это хотелось Далее За третьими Тире Четвертыми Сутками Начинают Разворачиваться В организме Совершенно иные Процессы А именно Если стадия Пищевого возбуждения Вот это Где там поесть Надо что-то там поесть И так далее То есть Здесь уже Организм Начинает Перестраиваться На Внутреннее питание Вот Эта перестройка Там Уже Есть Не так хочется Она начинается Постепенно Мягенько Там происходит В организме Не спеша Там Четвертые Пятые Шестые Седьмые Сутки То есть Где-то до первого Как говорится Ацидатического Кризиса То есть Когда Вот эти вот Механизмы То есть Клетки-то Должны питаться Механизмы Развернуться То есть Клетки Будут получать Питание Совершенно От иных Источников То у нас Все это Идет через Крову От желудка От кишечника Распределяется А тут Только хоп Система Распределения Только Переключается Совершенно На иной Как бы сказать Режим Она то и будет Дальше Распределять Но Как бы сказать Совершенно Из иных Источников То есть Вот тут Идет Такое Расслабление Вот если Первые трое суток Вы знаете Тут Злые Вы Так Как сказать Агрессивные Вот тут У нас В уме Там Ну Будем говорить Вот Такое Напряжение То тут Начинается Расслабление Четвертые Пятые Штые Седьмые Сутки Начинается Расслабление 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 В среднем В среднем Считается Что Семь дней Или Четырнадцать дней Ну где-то Я уже так не помню Но где-то У меня Чуть ли не с пятых Суток Начинается То есть Чем больше человек голодает И натренировал А потом даже Не голодает Год И два Вот это он регулярно Это делал У него все это быстро Включается Это я заметил На себе Так вот За эту вот стадию Может Мягкого Перехода Значит На новые Источники питания Клеток Происходит Происходит Там Закисление Нутренней среды Потихонечку Растет Иммунитет Вот это вот знаете Ранки будут заживать Да И тут Идет нормализация Кровяного давления Оно даже падает Сердце То есть Расслабление Вот тут Хорошо Хорошо Начнется Работа там С сосудами Ну вот Они придут в норму Ну Начнут Шлаки Появляться А именно Язык То есть Шлаки Начнут Выходить Через Верхний путь Через Насоглотку Язык Все это Повалит С вас Это нормально Ну так Пополоскали рот Да и все Ничего там его Не надо язык этот драть Как некоторые советуют Это все Лишнее Ну и в принципе Грубо говоря 7-10 суток Голодания Нормально для того Чтобы привести Сосудистую систему Более менее В порядок Вот И далее Далее Где-то После 7 суток Примерно так Ну по крайней мере У меня Произошло Как бы сказать Переход На новые способы Питания Внутри Все там Стало На свои места Для нового Этого Ритма Вида Жизни Без пищи И Пошло Поехало Значит Вот тут Начинают Потихонечку Все более Возрастать Такие процессы По По Рассасыванию Всего там Чужеродного Что там Есть Начинают Начинают Там Выделяться Даже Знаете Как-то И не Это И не Думая Что там Из лунок Зубов Начинают Там Выделяться Бывает Выделяется Короче Род Который Мы считаем Чистым На самом деле Весьма Грязная Штука Но Тут Хорошо Конечно Делать Ежедневные Клизмы Я Лично Так Делал Утром Делаю Смотрю Что там Выходит Ага Если там Вышло Достаточно Грязи То я Вечером Делаю Опять Утром И вечером Если Сделали Утром Видите Мало Что-то С вас Вышло Тогда Вечером Не делайте Вот И таким Таким образом Вот На больших Сроках Вот Только Начинается Грубо говоря Создаваться Среда Среда Которая Начинает Выводить Из организма Разного Рода Паразитов Некоторые Там Опухоли Ну это Где-то За двадцать Суток Ну и Далее Организм Потихонечку Будет Тлеть Тлеть Вот Так что Если Маленький Геморрой То Голод Конечно Поможет Поможет Даже Трое Трое Семеро Суток Нормально Но Именно Дальше Я На себе Наблюдал Сколько раз Голод Только раз Начали голодать Все нормально Нормализовалось Вены Укрепились Там Прямая кишка Отлично себя чувствует Начинается Выход День Нормально Второй Нормально А А вот На третьей На четвертой Опять Возникает Тот же Геморрой Почему Потому Что Надо Вовремя Устранить Сухость Которую Делает Голод То есть Голод Он Организм Все-таки Подсушивает Он так Я бы не сказал Что Обезвоживает А вот Как-то Подсушивает И На самом Голоде Как-то Организм Все это Тут Равновешивает На выходе Вот эти Процессы Подсушивания Разворачивается Совсем По-другому Поэтому Здесь Надо делать Такие Маленькие Свечи Из Сливочного Масла И На ночь Вводить Чтобы В ампуле Прямой Кишки Не было Сухости Которая Ведет К тому Что Это Начинается Трескаться Ну Естественно Следите за питанием Что Вы там едите То есть Процесс Входа В голодание Он Растянут Это не просто так Что-то там Рубильник Переключил Нет Это довольно таки Длительный процесс Когда мы Должны Отключить Желудочно-кишечный Тракт Вот Вот этот Способ поступления Питательных Веществ И Включить Совершенно Иной Внутриклеточные Механизмы По Добыванию Питания Из Окружающей Среды Ну В основном Из Лимфы Вот Хотя Так же Будет Работать Что-то там Перевалируется В клетке В лимфу Поступила С лимфы Допустим В кровь Кровь очищается Печенью Печень сбрашивает Желчные шлаки И думать Ох Тут еще Желч валит и валит Как ни в чем не бывало Вот Так что Будет Получаться На первых Порах Если так сказать Вот это дело Неправильно Делать Растительная Пища Или еще Там какая-нибудь Пища Вы просто Пережеете Измельчите И она так Примерно И будет выходить В пережеванном Измельченном виде Потом Только Начнется Начнется Вот это Пищеварение И вот Когда человек Знаете Вот так Начинает Кушать Усиленно А Вот эти Нету Пищеварительных Ферментов Нету Вот этих Желудочно-кишечных Соков То есть они еще не успели Развернуться Происходит Что Вы Набились Натрамбовались И У вас Начинаются Процессы Ну Будем говорить Не отравление А Ну Тоже Неприятные такие Процессы Ничего хорошего То есть Пищеварения Не РА-бо-тое-ет И с этим Столкнулись Практически Всех Кто Голодал Длительные Сроки Поэтому Выводить себя Очень надо Постепенно Ну Так что от 3 до 7 суток, конечно, помогут вам убрать вот эти напряжения и шишки геморрогидальные. Но запомните, последующий выход неправильный может привести к тому, что они появятся вновь и в некоторых случаях еще больше, чем были до этого. Поэтому тут надо посмотреть, что же там происходит с организмом, как я указывал, это в основном у нас портальная гипертония. И надо поработать над печенью, то есть первые чистки печени принесли больше результата лично для меня, нежели голодание. Ну вот так вот.